Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне все-таки удалось закончить медицинский институт, пишите вы. Потом у меня случился нервный срыв, я не могла устроиться на работу по профессии почти 3 года, но недавно я взял тебя в руки и мне удалось восстановить диплом и найти работу в медицинской сфере. На работе меня решила познакомиться со своим сыном, моя коллега, ему 32 года, он работает в банке. Мне 30, я долго не решалась, но все же дала свой телефон. Были 3 свидания, это были первые свидания вообще в моей жизни. Он мне поначалу не понравился, потом я его разглядела и он мне начал нравиться. Но он после третьего свидания сказал, что мы слишком разные, я ему не подхожу, мы прекратили общение. Потом он позвонил его спустя полтора месяца и сказал, что возможно он не все понял, мы должны продолжить общение. Было 4 свидания в ресторанах и опять же все по старой схеме, вопрос, почему я не крашусь, не слежу за собой. Один раз я даже попросил сделать одну знакомую профессиональный макияж для свидания. Он одобрил, но сказал, что это одноразовая акция, ему нужно, чтобы это шло от сердца, лично от меня. Спросил меня, почему я в 30 лет выгляжу как в 15-15. Всклыхнулись все мои старые комплексы, как меня постоянно упрекали за отсутствие косметики на лице. Я ему написал кучу сообщений, он не ответил, что мне делать, я не знаю, вопрос, как мне себя вести, очень плохо на душе. Вопрос задает автор Виктория, вот, и соответственно, на прямой вопрос относительно того, как себя вести, пожалуй, ответить. Довольно сложно и неэтично с профессиональной точки зрения, потому что психологи не могут давать прямых советов. Советов, вот, ну, что мы здесь видим? Во-первых, во-первых, мы здесь видим трудности с окончанием университета. Мы видим последующий нервный срыв. С чем это связано? Совершенно очевидно, что если, как вы, Виктория, говорите, что писали пять лет назад, то пять лет назад вас беспокоила какая-то, какая-то проблема. Что сейчас происходит с вами? Вы пишете, что не могли устроиться на работу по профессии почти три года. В чем это связано? В чем это связано? В чем это связано, да? Вы пишете, недавно я взял себя в руки, мне удалось восстановить диплом и найти работу в медицинской сфере. Что вы имеете в виду под... Удалось взять себя в руки? Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? То есть это как? Как вы напрягли свою силу воли и сделали это? Или у вас появилась мотивация работать в медицинской сфере? А вы вообще хотите работать в медицинской сфере? Почему именно медицинская сфера? На работе меня решила познакомить с моим сыном, моя коллега. Это странно. То есть это... Даже... Знаете как? Не то чтобы странно прямо, да? Это скорее необычно. И такое ощущение, что здесь может быть... Может быть... Я подчеркиваю. Некий контекст. То есть какая-то история здесь возможна. Да? Но я пока не очень понимаю какая история. То есть вы об этом сами не пишете, а... Как бы... Догадываться, на мой взгляд, не лучшая идея. Поэтому хотелось бы, чтобы вы раскрыли, да? Почему вот... Ваша коллега решила познакомить вас со своим... Фильм. Вот. То есть это они... Ну... Ну... Не случайно. Вот. Понимаешь, да? О чем идет речь? Дальше. Следующий момент. Ээээ... Значит, по сути вас сватают. То есть вот... Ха... Коллега ваша, да? Она вас сватает. Получается. И... При сватовстве... Всегда есть... Определенные... Нюансы. Определенные ощущения несвободы. Так... Достаточно было... Эээ... Часто было? Так... Достаточно часто случается. При сватовстве люди не чувствуют себя свободно. А... Ваша... В данном случае... Субъективная сторона. То есть сторона мотивации. Сторона восприятия. Сторона... Отношения. И... Сторона... Цели. Мне совсем ясна. Если вы... Хотели встретить мужчину... Что вы... Что вы делали... До этого раньше. И... Неплохо было бы разобрать... Эээ... Как вы его воспринимаете. Нет ли у вас... Эээ... Чрезмерной... Так называемой... Сверх мотивации... Для того, чтобы его встретить. Потому что... То, что вы описываете... В какой-то степени... На... 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 Это... Похоже. Вот. Дальше. Эээ... Вы пишите ему 32. Работает в банке. Мне... Уже... 30. Очевидно, что здесь... Вы вкладываете какое-то значение в свой возраст. То есть... Что для вас значит, что вам 30 лет. Эээ... Я долго не решалась, но... Кто же отдал свой телефон? Почему вы... Долго не... Долго не решалась? Да? То есть... Чего вы боялись? Чего вы опасались? Эээ... Что вас останавливало? Вы пишите. Было три свидания. Это были первые... Эээ... Свидания вообще в моей жизни. Я полагаю, речь идет о том, чтобы почувствовать себя женщиной. Эээ... Я полагаю, речь идет об этом и о том, что в общем-то в целом вам... Эээ... Эээ... Женщиной, вероятно, почувствовать себя... Удается достаточно редко. Возможно, это были первые разы, когда вам удалось почувствовать себя... Удалось почувствовать себя женщиной. Но хочу обратить ваше внимание на то, что произошло это за счет внешних факторов, а не за счет вашего самоощущения. И... Так же хочу сказать, что... Свидание это, конечно, хорошо, но... Без более... Глобального контекста взаимоотношений, я боюсь, что свидание, в общем-то... По большому счету, ничего не значит. Они... эээ... Выстраивают чисто... Гендерные отношения, но не более того. Личностного взаимодействия там нет. Если между людьми ничего общего нет, но они подходят друг другу как представители своего пола, то... Как бы такие отношения имеют несколько специфические... Эээ... Черты, которые могут привести к... Эээ... Определенного рода конфликтам и негативам. Дальше. Значит, что для вас это значит? Вот... То, что у вас это... Были первые три свидания и первые свидания в вашей жизни. Поначалу мне не понравилось... Чем? Чем не понравилось? Потом я его разглядел и мне начал нравиться. Опять же, чем? Что вы вкладываете в... Эээ... Вот... В выражение я его разглядел. Это можно трактовать по-разному. Можно трактовать, что вы... Под... Под... Разглядело вы... Подразумеваете... Приписывание ему каких-то качеств, которые хотели бы видеть, например, в себе. Вот. Не факт, но... Такое может быть. Дальше. После третьего свидания он сказал, что мы слишком разные, я ему не подхожу, и мы прекратили общение. Эээ... Ну... Тут опять же не хватает подробностей. Чем не подходите? И что значит мы прекратили общение? Вы хотели прекращать общение или нет? Почему нельзя просто общаться, например, не встречаясь? Подробно позвонил спустя полтора месяца и сказал, что возможно не все понял и мы должны продолжить общение. Но опять же... Как бы... Здесь смущает... Слово... Слово должны... И смущает то, что... Через полтора месяца он вам позвонил. То есть как бы... Что произошло в его жизни? Что изменилось в его жизни? Что он вот... Поменял свою позицию. Здесь... Было четыре свидания в ресторанах и опять все по старой схеме. Вопрос... Почему я не крася, если не слежу за собой? А действительно, давайте подумаем над ответом на этот вопрос. Почему вы не крася, если не следите за собой? И считаете ли вы, что... Отсутствие косметики это отсутствие... Заботы о себе. Слежение... За собой. Как вы говорите. Один раз я попросил сделать одну знакомую. Значит, профессиональный макияж. До свидания. У меня такое ощущение, да? Что вы засосил. Понрав... Пытаетесь молодому человеку понравиться. Я... Надеюсь, что ошибаюсь. Но такое у меня ощущение. Он обыгрывал, но потом сказал, что это одноразовая акция. И ему нужно, чтобы это шло от сердца лично от меня. Ну и опять, да? Как будто бы вы здесь ради одобрения это делаете. Ради него. Ради того, чтобы вы ему понравились. Эм... Понравится у меня почему 30 лет? Я выгляжу как пятна? Я пятна. Позглыкнулись со моей старой комплексы. И как меня постоянно упрекали за отсутствие косметики на лице. Ну, значит комплексы у вас еще живут. Соответственно, с ними нужно работать. Вам нужна в данном случае психологическая помощь. Я ему написал кучу сообщений, не ответил, что мне делать, я не знаю, что делать, чтобы что. Вы цель как-то сформулируете, если в себе разобраться одно, отношение построить другое. Вопрос, как мне себя вести? Опять же, чтобы что. Очень плохо на душе. Я вас понимаю, но то, что вам очень плохо на душе, не имеет никакого отношения к тому, как себя вести. То есть эти вещи необходимо разграничить. Тот факт, что вам плохо на душе, это одно, а как себя вести с человеком, это другое. И вот смешивать в данном случае одно с другим не лучшая идея. Потому что как вам себя вести, то, как вам себя вести, то, что вы задаете с вопросом, как себя вести, в какой-то степени производит от того, что вам очень плохо на душе. То есть вы хотите себя как-то вести, чтобы самоутвердиться, да, чтобы понравиться человеку, так скажем. Вот. Но это не решит ваших проблем. Вот. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Попрощайтесь. Попрощайтесь. Мテалубь у вас и удачим comentarios, земли. budали. Попрощения. Один номер 1.